Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Александра Боблева. Как вы поняли из заставки, что мы сегодня займемся фишками программы Word. Да, не удивляйтесь, в Word можно не только составлять какие-то документы, писать дипломы, курсовые, письма, но можно делать и еще кое-какие оригинальные вещи. И мы сегодня это разберем. Итак, начинаем. Заходим в кнопку «Пуск», открываем наш... Вот так выглядит чистый лист Word. И на вставке «Главное» здесь, в общем-то, все для написания текста и работы с текстом. Перед тем, как мы начнем работу, мы зайдем вот сюда, во вкладочку «Разметка страницы». Поменяем ориентацию, сделаем альбомную, выставим поля. Ну, что здесь еще интересного такого? Стоит размер А4. Ну и пустые колонки. Нам это не надо. Еще что может быть интересного, это цвет странички нашей. Но нас это пока не интересует. И сейчас нас интересует вот такая вкладочка «Вставка». Как видите, во вставке тоже много всяких функций. Ну, давайте посмотрим таблицу. Рисунок. Загружается рисунок с вашего компьютера. То мы и попозже будем делать. Фигуры. При использовании этих фигур получаются оригинальные вещи. «Смарт-арт» для оформления ваших каких-то работ, диаграммы. И вот что меня сильно заинтересовало, это вот эта плашечка «Снимок». Я хочу сказать, что сейчас я работаю в Word 2010 года. В 2007 вот этой функции нет. Давайте посмотрим, что это такое. Нажимаем. Смотрите. Вышел мой рабочий стол. И если я выделю какой-то участок моего рабочего стола, он автоматически копируется на наш лист. Если у вас будет открыта страничка интернета, вы таким образом одним кликом можете скопировать какой-то фрагмент. Итак, мы это разобрали. Еще что здесь. То, что нам понадобится. Это WordArt. Стили WordArt. Итак, начинаем делать наш хедер. Для этого нам нужна картинка. И мы возьмем вот эту картиночку. Картиночку мы загрузили. Смотрите. Я ее зажимаю левой кнопкой мыши. И я ее не могу с места сдвинуть. Когда я нажала на нее, она у нас выделилась. Вот это вот выделение нашей картиночки. И сразу вышла новая вкладочка «Работа с рисунками». И здесь есть одна фишечка, называется «Обтекание текстом». Когда мы нажимаем на нее, выходит вот такой списочек. Ну, а так как у нас пока еще текста никакого нету, я нажму просто сквозное. Что мне это дает? А вот что. Смотрите. Я зажимаю левой кнопкой мыши нашу картинку и могу ее перенести в любое место на нашем листе. Что еще можно сделать с нашей картиночкой? Можно ее подкорректировать. Вот здесь выбор коррекции, яркости, контрастность. Это вы все можете посмотреть. Можете сделать поярче, потемнее. Так как вам нравится цвет, точно так же можно поменять цвет, перекрасить оттенки цвета. Так что воля ваша, как вы все это сделаете. Еще что можно сделать? Вот здесь можно поиграть с картинкой. Нажимайте на любую кнопочку, проверяйте, смотрите. Здесь можно выставить границу для нашего рисунка, для нашей картиночки. Это все делается, это все проверяется. И вы можете понажимать на эти кнопочки, все это посмотреть. Для того, чтобы сделать нам наш хедер, мне понадобится программка для скриншотов. И я беру Клиптонет. Я сейчас вырежу небольшой такой участочек для нашего хедера из этой картиночки. Вот мы взяли, но мы будем не сохранять как фото, а будем просто копировать. Нажимаем копировать. И сейчас вот этот скриншот мы можем убрать. Картиночка наша, вот эта, очень большая. Она будет мешать. Давайте ее уменьшим. И вы смотрите, наш курсорчик стоит здесь. Значит, наша картиночка встанет на это же место. Вставить картинку можно, нажав правую кнопку мыши, вставить, или, если кто работает горячими клавишами, C-Trail плюс V. Смотрите, что получается. Нашу картиночку я тоже не могу сдвинуть с места. И опять при выделенной картиночке появляется вкладка «Работа с рисунками». Что здесь мы можем сделать? Во-первых, давайте сделаем обтекание. Сквозноем, то есть мы ее можем таскать по нашему листу. И еще что можно сделать? Можно сделать обрезку. Вот по этим черным точкам, линиям. Давайте вот тут вот немножечко убавим. И вот наша картиночка готова. Если вам кажется, что она маленькая, ее можно растянуть и сделать побольше. Ну, с размерами мы определились. И нам сейчас нужно сюда нанести какую-то надпись. Мы идем во вставку. Берем WordArt. В принципе, можно взять любой шаблон. В дальнейшем при работе мы можем цвет изменить. И вот наш шаблончик взял. Мы сейчас его выделим. И вместо этого текста внесем свой текст. А напишем, давайте, такой текст «Вперед к победе». Вот наша надпись готова. Нам ее остается только внести на нашу картиночку, поставить. Мы ее можем где угодно поставить. Мы ее можем вот здесь поставить. Можем повыше. Можем перенести, как вам нравится. Ну, давайте вот поставим по центру. Если вам не нравится цвет вашей надписи, это можно изменить. Работать с текстом, только выделив его. Мы выделили текст и можем выбрать другой какой-то цвет. Но нам надо что-то поярче. Можно посмотреть другие цвета заливки. Можно выбрать вот отсюда. А можно выбрать и из этих цветов. Можно увеличить размер. У нас 36-й. Можем поставить вот 48-й. Что еще можно с этим текстом сделать? Открываем опять средства рисования. Можно, конечно, какую-то платформу сделать, но у нас тогда не будет виден наш самолетик. Поэтому мы не будем ничего здесь делать. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Ну, вот сюда. Здесь можно выбрать какую-то тень. Давайте мы картиночку нашу пониже перенесем, чтобы нам видно было. И надпись нашу тоже перенесем. Чем это удобно? Мы сразу же можем определиться, где-то как-то что-то изменить. И это сразу все видно на экране. Смотрите, свечение вот какое-то можно сделать. Поворот можно выбрать. И есть еще вот такой преобразователь. То есть вот здесь вот тоже с этим можно поиграть. Выставить так, как вам нравится. Давайте что-нибудь все-таки выберем. Давайте вот это вот поставим. И пик наш поставим вот так вот. То есть вот таким образом выглядит наш хедер практически готовый. Можно сейчас еще добавить какой-то текст, а можно оставить и в таком виде. Дополнительный текст можно поставить, когда мы наш хедер внесем в конструктор Rolesoft. Берем Клиптунет, вырезаем наш хедер. Почему мы работаем сейчас с Клиптунетом? Потому что нам нужен этот хедер в виде картинки, в виде фото. И вот сейчас мы нажимаем на дискетку. И здесь мы напишем, что это у нас хедер. Мы его будем сохранять на рабочий стол. Сохранить. Закроем. Давайте посмотрим, как он у нас выглядит уже в готовом виде. Вот таким образом выглядит наш хедер. Если надо что-то изменить, пожалуйста, можем снова загрузить его на наш лист и изменить. И вот мы сейчас это можем убрать. Мы сейчас с вами будем делать форму подписки. Ну и давайте очистим наш лист. Это мы можем убрать. Кнопочка Делли. И вот наш лист чистый. Сейчас мы зайдем в фигуры и выберем любую фигуру. Но, хочу сразу предупредить, оригинальность, но нужно знать и меру. Ну, давайте возьмем скругленный. Смотрите, по умолчанию у нас получается сразу он идет темно-синего цвета. Что мы можем сделать? Как вы помните, у нас хедер есть что-то оранжевое. И давайте выберем, может быть, не сильно ярко оранжевое. Можно вот такое. Теперь, можно, конечно, оставить и в таком виде, но это как бы не очень оригинально. Давайте мы сюда поставим наш мониторчик с логотипом. Смотрите, он встал как раз туда, где стоял курсор. И наш монитор очень большой. А нам его нужно поставить на нашу форму подписки. Мы его уменьшили. Я опять не могу его сдвинуть. И мы опять заходим в обтекание текстом. Но смотрите, наша вот эта форма подписки, вот этот прямоугольничек, он уже будет считаться как бы текстом. И нам нужно наш монитор поставить перед текстом, чтобы его видно было. Вот таким образом. Если бы мы поставили просто, как обычно, до этого мы делали сквозное, наш мониторчик ушел за эту форму подписки. И еще нам нужно сделать здесь небольшую надпись о том, что мы даем гарантию. Ведь на форме подписки ставится имя и имейл. И люди иногда боятся давать свои электронные адреса, боятся, что их используют где-то. Поэтому мы даем гарантию. Мы выделили наш текст. Давайте уменьшим размер. И напишем, напишем такой текст. 100% гарантия конфиденциальности. Итак, надпись наша готова. Нам ее нужно поставить на нашу форму. Но смотрите, она очень большая. Поэтому нам сейчас нужно ее уменьшить. Давайте попробуем уменьшить размер. У нас стоит 16, мы поставим 12. Все равно у нас не входит. Значит, нам нужно сделать две строчки. И опять у нас получается очень много. Занимает место эта надпись. Давайте еще что-нибудь сделаем. Выделили. Давайте поставим без интервалов. И вот сейчас мы можем выбрать какой-то стиль. Смотрите, я посмотрела, но в общем ничего не подходит из того, что здесь предложено. Но у нас есть возможность вот здесь поработать. Мы можем выбрать цвет так, чтобы это было видно. Ну, давайте вот этот цвет оставим. Все, наша форма подписки готова. Что мы сейчас сделаем? Мы берем опять Криптонет и вырезаем. Но сейчас мы уже будем сохранять как фото. Нажимаем на дискетку и пишем форму подписки. Сохраняем на рабочий стол. Это мы закрываем. Смотрите, как выглядит наша форма подписки. Вот эту форму подписки с дальнейшей обработкой на конструкторе Rollsoft можно поставить и на блог, и на картинку, и на любую воронку. И сейчас мы с вами сделаем кнопку. Человек заходит на вашу открытку. Человек заходит на вашу воронку или на блоге. И после какой-то вашей статьи, какого-то предложения, он видит кнопочку. Жми здесь. Что мы можем взять для этого? Ну, попробуем. Вот пагетная рамка какая-то. О, довольно-таки оригинальная. Ну, вот как видите, по умолчанию сразу все идет такого цвета. И давайте сделаем все в одной гамме. И вот здесь мы можем выставить контур нашей фигуры. Давайте вот таким образом сделаем. И здесь нам нужно вставить надпись просто «Жми здесь». Мы идем опять во вставку. Берем WordArt. Берем любой. Потом разберемся с цветом. Уменьшаем размер. Давайте вот пока оставим 14. И напишем просто «Жми здесь». И нашу надпись ставим на нашу кнопочку. Что-то мне это не нравится. Давайте возьмем другую какую-то фигуру вместо этой. Можем взять вот такую. И возьмем тот же цвет, тот же контур. И вставим нашу надпись. Так. Немножечко неправильно. Давайте мы здесь сделаем «Обтекание текстом за текстом». Вот так поставим. То есть такой момент тоже может быть. И вот наша надпись встала. Но смотрите, у нас здесь так написано. А на кнопочке по-другому. Давайте попробуем изменить. Не меняется у нас цвет. Ну вот что-то похожее. Это мы удаляем. И вот смотрите, у нас кнопочка практически похожа и надпись с формой подписки. Мы ее тоже вырезаем. Я хочу сказать, что вы делаете все по-своему, так, как вам нравится. Вы делаете все свое. Я вам показываю только, как это можно сделать. И вот смотрите, мы, имея программку Word, две картиночки, мы сделали три элемента для нашей работы. Это хедер, кнопку и форму подписки. И кто теперь скажет, что в Word нету фишек? Вот и все, что я вам хотела сказать. Всего вам доброго, удачи, процветания. С вами была Александра Боболева. С вами была Александра Боболева.